Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Васильев. Сегодня я хотел бы похвастаться, ну как похвастаться, я не буду рассказывать, полностью показывать, как я там что резал, как пилил. Просто хочу показать, изготовил окучник для нового культиватора. Раньше, кто смотрит мои видео постоянно, все знают, раньше у меня был культиватор Кроут, и я для него сооружал самодельный окучник. Но там что-то пошло не так, он, короче, хреново работал, и сейчас я этот окучник переделал и сделал под новый культиватор. Сейчас хочу похвастаться, похвалиться вам, кто что думает по этому поводу, пишите в комментарии, всегда читаю, спасибо огромное за ваши позитивные пожелания. Ну, в общем-то, приступим к обзору. Итак, приступим к осмотру. Опа, не буду рассказывать, как эти всякие говноеды рассказывают с рулеткой, это 2 сантиметра, это 3 сантиметра. Рассказываю все просто на пальцах, извиняюсь, если будет плохо слышно, тут ветер, а там галдят ребятня. Короче, вот эта вот часть у нас, бежите, вот такая-то, сделана из совдеповской кроватной спинки. Я просто обрезал спинку, разрезал ее посередине, вогнал туда трубу и сварил, прихватил на сварку. Это раз. Вот эта поперечина, просто как усилитель. То есть, приварил, отрезал наискосок здесь, отрезал там. Сам элемент крепления, вот так вот он выглядит. Это 50-й уголок, вот он, один, вот он, второй. Просто один на один приложил их, подогнал к культиватору, ну, к культиватору подставил, просто вот эту фигню. Отметил, сварочником прихватил маленечко, поставил, подошло, наметил отверстие здесь, просверлили отверстие, два штуки. Сделал, два за глаза хватит. И все, она достаточно хорошо, сюда в палец вставляешь, один, второй, она держит. Так, с этой стороны у нас что? Здесь у нас штырь, штырь это я тогда делал, арматура. Я с ней просто болгаркой содрал все ребра. Здесь приварил трубу, вот она до сюда идет. Блин, солнце прям светит, я не знаю, как будет видно. Надо, наверное, развернуть другой стороной. Или даже положить. Во. Вот, вот эта часть, это просто труба. Здесь прихватил гайки и закрутил сюда болтики. Болтики отрезал болгаркой, чтобы были коротенькие. Сюда эту арматуру вогнал. К ней буквой Г приварил также арматуру. Здесь у меня стоят никаких ни подшипников, нифига не надо, просто втулки. Ну, взял трубу, по диаметру подобрал и зашплинтовал гвоздиком. То есть можно, вот эти втулки сюда перекидываешь, и будет намного шире. Ну, чем больше втулок сюда, на эту сторону перекинешь, тем будут дальше колеса друг от друга. Сейчас у меня здесь вот одна втулка, вот две, три. Можно все три сюда перекинуть, зашплинтовать, и диск будет вообще с краю прям. Никаких подшипников, нифига ничего нет. Диски вот это у меня, эти, они тракторные, с трактора, Гарифан мне привозил. Также в прошлом видео я, по-моему, рассказывал, за два диска я, по-моему, отдал, ну, по-моему, тысячу что ли рублей. Да, вполне можно на Авито найти диски и соорудить такую приладу. Вот такая вот она, короче, небольшая, компактная прилада. Блин, не держится что-то. Сейчас я вот ее ставил, а, держалась. О! Многие спрашивают, как все это собрать в кучу, чтобы оно все работало. Тут, короче, приколюха в том, что вот эти вот дуги, вот отсюда, вот до сюда, вот это и вот эта точка, они должны совпадать с центром колес. Вот, то есть, колесо идет, здесь вот должно быть, когда диск выправляешь, вот так по прямой ставишь, диск должен совпадать, соосность должна быть с колесом, с ведущим. И здесь также, если выправляешь прямо, будет соосность. Потом, когда прицепляете к культиватору, регулируете, какой вам нужен вал, какого размера. Волок или вал, как правильно сказать, чтобы он наваливал, окучивал. И все, и вперед. Сейчас мы его занесем туда, в уголок. Я не стал, правда, вытаскивать культиватор, присоединять. В прошлом, позапрошлом даже, году я собирал культиватор Крот. А в этом году, вот, для токенского культиватора я соорудил, вот, вот этот окучник. Сейчас покажу, чего у нас он получилось сделать. Так, вот, мы прошлись здесь этим своим самодельным окучником. Там у нас все травы навалом, там надо все прополоть. Просто картошка до конца еще не взошла, еще маленькая вот такая. И здесь, как пробные рядочки. Получается, вот он. Вот картошка. Идешь, вот картошка. Вот картошка. И вон картошка. Ну, она вот прям по рядам. Получается, вот так вот кайфово, короче. Сейчас тут картошка хорошо поднимется. Травку прополим. И так же пройдем окучим. И будет кайфово. Вот такие ряды, получается. Если фигарить самодельным окучником. Ну, судить вам. Кто что думает по этому поводу, пишите в комментариях. Сорян, что не показал, как обычно. Что вот я сейчас карпаю, окучиваю. Я просто в чистом. Время уже ехать. Домой срочно надо ехать. Быстренько провели эксперимент. И я помчался. Ну, вот, в общем-то, наверное, и все. Всем, кто смотрит это видео, кому интересно это видео про самодельный дисковый окучник. Всем привет. Огромное спасибо, что смотрите. Моя коронная фраза. Зачем что-то покупать, когда можно это сделать самому. Немножко болгарочкой поработать сварочным аппаратом. Ну, и немножко смекалки. И получается достаточно хорошая прилада. Ой, мошка. Под видео ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Будет еще много-много всего интересного. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.